Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Довольно интересное высказывание сделал бывший пресс-секретарь Путина. И от этого оно и становится еще более интересным. Михаил Кожухов, все мы его знаем, это бывший пресс-секретарь президента и путешественник. Он вел программы по телевидению о путешествиях. И вот он сделал довольно громкое заявление о стыде за Россию. Он выразился, что стыдится перед грузинами за поведение России. И считает, что Россия ведет себя по отношению к Грузии как дворовая шпана. Ни больше, ни меньше. Публикует Рамблер. Вот как называется статья. Бывший пресс-секретарь Путина заявил о стыде за Россию как дворовая шпана. Телепутешественник, бывший пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Михаил Кожухов рассказал о стыде перед грузинами за поведение России. Об этом он написал на своей странице в Facebook. В Грузии испытываешь чувство двойного стыда, он пишет. Во-первых, за себя перед веселыми, легкими, чудесными людьми, с которыми ты никогда не расплатишься за их гостеприимство. Во-вторых, стыд за отечество, которое ведет себя по отношению к Грузии как дворовая шпана, заявил Кожухов. Данный пост собрал их, пишут несколько тысяч возмущенных комментариев. Среди прочих, на публикацию отреагировал и генеральный продюсер Мач-ТВ Тина Канделаки. Она пишет, как же утомили мнения некоторых российских интеллигентов об обиженной России и Грузии. А давайте немного поговорим о Грузии, проданной за галстуки американцам, а теперь еще и туркам, написала Канделаки. Вот что еще пишет Рамблер. Ранее Путин поздравил с Днем Победы лидеров и граждан стран СНГ. Он также поздравил с праздником Украину и Грузию, обратившись не к лидерам этих стран, а к их народам. Российский президент не поздравляет власти Украины с праздником с 2014 года после событий в Крыму. Поэтому власти Грузии не получают поздравления с 2009 года после конфликта в Южной Осетии. Ну, еще раз скажу, мне было интересно, я увидел название статьи и заинтересовался, потому что Михаила Куржухова я знаю по программу о телепутешествиях и знаю, что он был пресс-секретарем Путина. Ну что, друзья, вы знаете, для меня лично, вы свое мнение, конечно, в комментариях высказываете, для меня лично всегда, вы знаете, я разделял политику, отношения лидеров стран и так далее и людей. Потому что есть государства, с которыми непримиримые там отношения, враги и так далее, но когда ты приезжаешь в эту страну, люди встречают тебя настолько тепло и настолько замечательно, и ты к ним относишься тоже настолько тепло и настолько как-то... Ну, хорошо относишься, что абсолютно не понимаешь, как может быть какое-то недопонимание там или противостояние или еще что-то, если ты видишь, что вот стоят перед тобой люди, стоишь ты перед ними и вы нормально друг друга относитесь и не имеете никаких претензий. И более того, когда обсуждать какие-то политические вопросы, получается, что все сводится к тому, что это там наверху какие-то там недопонимания, какие-то там еще что-то. То есть вот противоречий на уровне людей нет, да, то есть каких-то претензий взаимных или еще чего-то. И поэтому я всегда разделяю именно линию руководства страны, линию, значит, там партии, которые правят в этой стране, там правящей партией, например, да и так далее, и простых людей. Потому что, как мне кажется, обычные люди в любом государстве, в любых государствах хотят мира, покоя, чтобы все было нормально и чтобы не было каких-то там неурядиц или еще чего-то. Другое дело, например, когда целый народ, например, какого-то государства, да, какое-то государство, все население его там имеет какие-то там агрессию и так далее, и идет войну, и здесь, естественно, конечно, понимаешь, что там, не знаю, хотят захватить там твои территории, государства, в котором ты проживаешь или еще что-то. То есть, какое-то вот такое противоречие на уровне людей. А когда на уровне простых людей есть только понимание того, что только бы не было войны, что называется, да, то, естественно, вот это мое такое мнение, да, что все разговоры сводятся к тому, что, ну, там что-то делают, что называется, да. Ну, друзья, интересно ваше мнение, пишите, пожалуйста, ваши комментарии. Еще раз скажу, меня заинтересовало, что это мнение вот высказал телепутешественник, которого много по телепросто показывали после того, как он перестал быть пресс-секретарем, Михаил Кожухов. Друзья, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, канал мой интересный, всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok